Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня хочу поделиться своим любимым рецептом с баклажанами. Эта закуска получается очень вкусной и при этом делается крайне просто и буквально из нескольких ингредиентов. Обязательно приготовьте баклажаны таким способом. Я думаю, что это блюдо станет и вашим любимым. Итак, баклажаны мою, отрезаю все ненужное и разрезаю вдоль на две части. Выкладываю половинки на противень срезом вверх и смазываю растительным маслом. Отправляю в духовку, разогретую до 190-200 градусов на 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и на размеры баклажанов. На готовность я проверяю проколом ножа. Пока баклажаны слегка остывают, нарежу лук четверть кольцами и обжарю его на масле до золотистого цвета. В миску выкладываю горчицу. Я использую горчицу неострую, с мягким сладковатым вкусом, типа муштарды. Сюда же отправляю черный молотый перец и молотый кориандр по вкусу. Резаную зелень я беру немного базилика и петрушки. Чеснок, тертый на мелкой терке, соль, жареный лук вместе с маслом и тщательно все размешаю. Если у вас горчица кисловатая, а такое бывает, добавьте сюда совсем немного сахара. Запеченные баклажаны режу довольно-таки крупными кусками. Отмечу, что доводите баклажаны до той степени готовности, которая вам нравится. Кто-то любит, чтобы они оставались плотными, кто-то любит помягче. Кладу баклажаны к заправке и аккуратно перемешиваю. Ну вот, в общем-то и все. Закуска готова. Можно пробовать ее сразу, можно дать настояться какое-то время, но особенно хороша она на следующий день. Разумеется, хранить нужно в холодильнике. Такие баклажаны будут отличным дополнением к мясным блюдам или к любым другим. Но, на мой взгляд, они очень самодостаточны, как и самостоятельное блюдо. Поэтому я люблю такие баклажаны просто с хлебом. Отмечу, что если вы любите поострее, можете добавить сюда жгучего перца или использовать острую горчицу. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите и другие мои рецепты с баклажанами, заготовки на зиму и не только. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok